МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире ОРТ программа Акценты сердца Евразии. В студии Татьяна Штылер. В центре внимания многонациональное Оренбужье. Все, что происходит вокруг нас, политика, экономика, жизнь, забота и традиции народов самых разных национальностей. И вот о чем расскажем в программе. Сила народного единства. Чем запомнится 4 ноября для нашего региона? Почти 4 тысячи площадок в России и за рубежом. Справились ли оренбуржцы с этнодиктантом? Торгово-экономические и гуманитарные связи в развитии. О чем договорились руководители Оренбургской и Октябрьской областей? День рождения пророка Мухаммеда. Какие традиции соблюдают мусульмане на Мавлии? Целый век с любимым зрителем. Чем спектакли Башкирского театра покорили оренбургскую публику? Аккуратность, педантичность и любовь к музыке. Кто сегодня сохраняет традиции немецкой культуры? Россия отметила День народного единства. Праздник относительно молодой. Он появился в календаре в 2005 году. И призывает объединиться тысячи людей разных национальностей и вспомнить о героических страницах прошлого. По всей стране проходят праздничные мероприятия. Благотворительные акции, фестивали, спортивные состязания и концерты. Все это в память исторических событий 1612 года. Именно они стали символом сплочения народа. Тогда ополчение люди разных национальностей под предводительством Кузьми Минина и Дмитрия Пожарского освободили Москву от польских интервентов. Отметим, что православные отмечают в этот день праздник Казанской иконы Богоматери. О том, как прошли праздничные мероприятия, расскажем чуть позже. А пока речь пойдет о большом этнографическом диктанте. Жители Оренбургской области писали его вместе со всей страной. Масштабная акция в России проводится уже четвертый год подряд. И тоже посвящена Дню Народного Единства. Принять участие в ней мог любой житель нашей страны, а также люди, проживающие за рубежом и владеющие русским языком. Главное – желание оценить свои знания о народах, проживающих в России, об их языках, культуре и традициях. В Оренбурге работали 67 площадок. За парты сели более 4000 человек. Самому юному участнику тестирования 9 лет, самому старшему 83. На одной из площадок побывала наша съемочная группа. Участников этнографического диктанта встречают костюмированные хороводы и угощения народов Оренбуржья. Центральная площадка в областном центре – аудитория Института непрерывного образования Педуниверситета. Проверить свои знания приходят люди самого разного возраста, профессий и статуса. Победители будут, но не будет проигравших, потому что все, кто участвовали, нам соприкоснемся и с историей страны, и с нашими познаниями, и с тем, что нам надо изучить. Потому что каждый, придя домой, еще смотрит, правильно ли он ответил. Поэтому дорогого стоит. За 45 минут нужно ответить на 30 вопросов, 20 из которых общие для участников диктанта по всей России и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта. Для начала – небольшая инструкция. Начиная заполнять банк ответов, отметьте свой идентификационный номер, возраст и пол. Именно по этим параметрам будут подводиться итоговые результаты теста. Как на любом экзамене, организаторы просят не пользоваться книгами или интернетом. Ровно в 11 часов по всей области участники берутся за ручки. Задания теста – от простых до сложных. От блюд национальной кухни до федеративного устройства. Рекорд написания для этой аудитории – 10 минут. Те, кто прошел тестирование, признаются – региональные вопросы затруднений не вызвали. А вот ответы о малочисленных народах, населяющих страну, давали наугад. Перечислить языков рекордсменств России по количеству букв. Я действительно их не знаю. Для меня интересно, они схожи. Какие еда, какие национальности. Многие я знаю, которые традиционно здесь, на территории своей области. А вот касаясь всей России, для меня, конечно, самому даже интересно. Первая часть была сложная, когда в общем про всю Россию были вопросы. А когда уже про Оренбургскую область уже было легко, и поэтому с последней частью было быстрее справилось. Участники этнодиктанта признаются – шпаргалками не пользовались. Для каждого было важно проверить собственный багаж знаний. Ведь даже читая вопросы, открывали для себя много нового. Пройти онлайн-тестирование до 4 ноября может любой желающий на сайте мирэтно.ру. А результаты станут известны в конце ноября. Итак, День народного единства оренбуржцы отметили в праздничной атмосфере. Народное гуляние в областном центре впервые решено проводить под крышей. Спортивно-культурный комплекс Оренбуржья принял всех желающих приобщиться к народному творчеству. На сцене один за другим выступали коллективы с вокально-хореографическими постановками. В фойе развернулась выставка национальных ремесел. Ты можешь быть кем ты хочешь, придумывать свой сюжет. Мы разные, мы вместе. Это основное настроение праздника. В Оренбуржье проживает более ста национальностей. Сегодня об этом поют в песнях и говорят со сцены. Мы любим друг друга, мы уважаем все национальности, независимо от того, какого они возраста, какого пола, какой национальности и какого вероисповедания. Мы все живем в одной семье. И семья эта называется Оренбуржья. На сцене творческие коллективы со всей области. У каждого свой колоритный номер. Праздничный концерт – не единственная площадка. Под крышей спортивно-культурного комплекса Оренбуржья – выставка народных ремесел. Умельцы показывают свои работы. Раиса Михайловна, к примеру, делает кукол. Это и игрушка, и оберег. Женщина рассказывает, что у каждой сшитой героини своя история. Эта бабка с характером обязательно должна работать. Вот в руках у нее нить для вязания пухового платка. И вот они с внучкой вяжут, мотают пряжу на клубочек. Как и на сцене, на выставке умельцы с разных частей региона. И со своими особыми экспонатами. Здесь у нас в Оренбургской области, как всем известно, живут разные национальности. Башкиры, в том числе и украинцы. Поэтому у меня здесь выставлена в основном тематика украинская. Здесь веночки, вышивки, изготовление цветов, вязание. Тысячи жителей города и области, люди разного возраста и национальности. Под одной крышей отметили День народного единства. День народного единства – один из самых молодых государственных праздников. Долгое время люди, рожденные в СССР, в ноябре отдавали предпочтение Дню Великой Октябрьской революции, который широко отмечался 7 числа. Как сегодня горожане относятся к новому старому празднику? Что вкладывают в понятие единства народов? И что нас объединяет? Узнали наши корреспонденты. Единство всех народов, которые населяют нашу большую многонациональную область Оренбургскую. Дружба, взаимопонимание, толерантность, нынче модное слово. Когда уже начинают сообщения, уже знают культуру, очень много похожих обычаев, обрядов. Это все сближает народу. Это очень хорошо. Единство народов. Вот это в первую очередь. То, что мы все одна большая семья и живем на одной планете. Это самое главное. Это повод увидеть знакомого человека, пообщаться. Как у нас говорят, бредамлек у татар. Бригабулык, бредамулык. Давайте будем все вместе дружить, общаться, дружить с семьями, ходить друг к другу в гости. Все люди спочтились и нет особого разделения по расам. То, что человек, это человек, нету по цвету кожи, разрезу глаз. Все мы одни и честно. А сейчас к международной повестке. Губернатор Оренбургской области провел переговоры со своим казахстанским коллегой Акимом Актюбинской области Андасыном Уразалиным. Это первая их личная встреча с момента избрания Дениса Паслера главой региона. Речь шла о развитии двустороннего взаимодействия соседних приграничных территорий России и Казахстана. Актюбинская область – традиционный торгово-экономический партнер Оренбуржья. Имеет выгодное географическое положение с точки зрения транспортной логистики. Кратчайший путь из Средней Азии в Россию лежит через Актюбинск. Интеграция в рамках Еврозес приносит ощутимый результат. Взаимный товарооборот приграничных областей превысил 142 миллиона долларов. Поток транспорта через границу постоянно растет, что требует особого внимания этому направлению. Инфраструктура транспортная, пункты перехода и все остальное, которые должны упростить с одной стороны, с другой стороны дать возможность ее еще быстрее развивать. А динамика на самом деле положительная. По крайней мере последний год-полтора прирост транспортно-логистический передвижения растет по 10-12-13%. Реальность превзошла наши ожидания. Это очень радует. Дело в том, что это способствует очень интенсивному развитию бизнеса. Мы предполагаем еще и дальнейший рост. Соответственно, отсюда и вытекают и те задачи, которые перед нами стоят. На встрече делегации Оренбургской и Актюбинской областей отмечено, что многие прежние договоренности по части торгово-экономических и гуманитарных связей уже выполнены. Стороны пришли к заключению, что нужна их актуализация с учетом текущих тенденций. До очередного экономического форума Оренбуржье сердце Евразии будет разработана дорожная карта с новыми ориентирами двустороннего сотрудничества. Работа форума в этом году стартует 21 ноября. Сейчас сделаем паузу, совсем скоро продолжим. И вот, что еще увидите. День рождения пророка Мухаммеда. Какие традиции соблюдают мусульмане на мавлине? Целый век с любимым зрителем, чем спектакли Башкирского театра покорили оренбургскую публику. Аккуратность, педантичность и любовь к музыке, кто сегодня сохраняет традиции немецкой культуры. Это акценты сердца Евразии. Мы продолжаем. Мусульмане всего мира отмечают 9 ноября день рождения пророка Мухаммеда, или мавлид. Праздник находится в ряду главных торжеств исламской религии. Характеризуется совершением хороших поступков, оказанием помощи нуждающимся людям. Самым благочестивым делом считается совершение молитв, посвященных Мухаммеду как дома, так и в мечети. В канун праздника наши корреспонденты пообщались с представителями мусульманского мира. Сегодня мы решили рассказать оренбургцам истории самых старых, построенных еще в дореволюционное время, мечети областного центра. Оставив обувь у входа, вместе с пылью внешнего мира, они погружаются в молитву. Хафиз читает по памяти священные писания. Их в Коране насчитывается 114 сур. Призывая верующих к намазу, углашат и оборачивается в сторону священного города Мекки. Читает нараспев. Отправляясь в мечели намаза, мусульмане демонстрируют уважение уже своим внешним видом. Одна из глав Корана гласит, пусть они не выносят на показ своих прикрас. Внутри два зала, отдельно для мужчин и женщин. Во время молитвы им находиться вместе строго запрещено. Для мусульман мечеть являлась центром не только для религиозной, но и общественной жизни. Как единый комплекс была задумана и мечеть Сулеймания. Сегодня здесь располагается библиотека, музей и мадресе. Куда приходят взрослые люди, которые в свое время упустили и не знают основ ислама. Но они мусульмане, и чтобы понимать, как молиться, какую молитву произвести, когда что, они хотят это знать и приходят. И имам их хочет. Мечеть Сулеймания построена в 1887 году и считается одной из самых старинных в Оренбурге. Фасад отделан натуральным камнем. Храм венчает золотой полумесяц, возвышающийся на 20-метровую высоту. А это первая соборная мечеть Оренбурга. Каменная постройка 1804 года. Нет ни купола, ни обязательного для мечети минарета. Здание больше напоминает двухэтажный дом, если бы не табличка-указатель. С приходом советской власти мечеть отдали под квартиры. Минарет снесли. На его месте построили гаражи. И только спустя 100 лет принято решение вернуть святыню мусульманской общине. У нас стоит задача обратиться в министерство культуры с просьбой сдать нам задание на проект и реставрацию данного здания, мечети. И мы намерены восстановить и отреставрировать первую городскую мечеть для дальнейшего поклонения Всевышему Творцу. Обсыпавшаяся штукатурка, прохудившийся потолок. В таком состоянии сейчас находится половина мечети. Однако мусульмане уверены, внешнее обустройство не главное. Важна энергетика места. Талгат Шарипов пока единственный имам мечети. Своими силами поддерживает святыню. Здесь есть уже и своя библиотека. Это здание было приспособлено под жилье и проживало здесь 16 семей. Для одной семьи выделялась вот эта комната вот такая. И они вот жильцы за небольшую плату оставили нам полностью вот как есть после ремонта свою квартиру. Две комнаты. И наша обязанность, и долг перед Всевышним, и также перед нашими предками, конечно, теперь восстановить, отремонтировать и отреставрировать это здание мечети. Уникальная кухня и неповторимая культура. Сегодня в Оренбурге проживает порядка 12 тысяч чуваший. В регионе сохранились целые села, где продолжают жить по обычаям своего народа. Там соблюдаются традиции предков и сохраняют родной язык. С укладом жизни чуваший познакомилась наша съемочная группа. С свежеиспеченным хлебом и национальным напитком здесь встречают каждого гостя. Каравай у чуваший считался священным. Резать его доверялось только главе семьи. На столе традиционные блюда. Особое место на каждом застолье занимает шартан. Процесс приготовления занимает несколько часов. Сначала бараний желудок вымачивают, потом начиняют мясом и субпродуктами. Варят на медленном огне 4 часа. После еще на 2 отправляют в духовку. Этот старинный рецепт в селе знает каждая хозяйка. В Нижнем Курме и охранят традиции предков. О культуре и этноса рассказывают уже новым поколениям. И дети, и население тянется к культуре. И мы рады, что несмотря на глубинку, наша культура процветает. Мы сохраняем. И как-то рады за культуру, за население. Это уже село Верхний Гнашкино Грачевского района. По преданию, его основали переселенцы еще в 18 веке. Сейчас здесь проживают порядка 600 человек. Как и несколько веков назад, в большинстве они чуваши. Каждая улица имеет сразу два названия – русская и чувашская. Например, московская в народе именуется «Малты-каз». В переводе «Малты-передняя» – «каз-улица». В селе изучают родной язык буквально со школьной скамьи. Местные жители знают национальные фольклоры песни. В чувашском селе поют все от мала до велика. Известный не только в селе, но и в районе коллектив «Нарспи» возрождает старинные народные песни. Песня «Малты-каз-улица». Основанная группа была в 1978 году, а получила уже народного в 1991. То есть, давно-давно уже существует она. 40 лет мы отметили в прошлом году, юбилей. В селе можно не только познакомиться с творчеством с национальным колоритом, но и ближе узнать культуру чувашей. Этот народ бережно относится к обычаям и традициям предков. Как в древности, в селах устраивают старинные обряды. Верхниг Нашкина каждый год проходит Акатуй – праздник земледелия. Здесь берегут и национальные костюмы. В каждом поселке они были свои. «В чувашском костюме обязательно должно быть длинное платье, чтобы ног не видно было. И потом голова должна быть полностью покрыта, волос не должно было видно. Но это, конечно, наши костюмы, они уже современные. И обязательно должен быть нагрузник, вот этот вот нагрузник, который защищает, по преданиям, от злых духов». Национальную одежду нельзя представить без вышитого на ней строгого, но броского чувашского орнамента. Он символичен. Рассказывает о возрасте хозяина костюма, о его статусе, состоянии, принадлежности к роду. В изделиях преобладают сочетания белого и красного цветов. По верованиям древних чувашей, эта гамма означает сакральную чистоту. Такой костюм сейчас есть в каждом доме. Как подтверждение той неразрывной связи с предками, как желание помнить и гордиться культурой своего народа. Большие гастроли башкирской драмы в Оренбурге. Эта поездка посвящена юбилейной дате. Уфимский театр отмечает свое столетие. Коллектив с богатейшей историей всегда славился интересными постановками. В нем с одинаковым успехом идут национальные спектакли татарских и башкирских драматургов и классические постановки пьес Шекспира, Мольера, Гоголя, Островского и других авторов. В Оренбурге театр гастролирует не впервые. Он постоянный участник фестиваля «Гостиный двор». И всегда наш зритель тепло принимает игру артистов из Башкирии. За три гастрольных дня в Оренбурге артисты башкирского театра играют самые востребованные зрителям спектакли. На сцене оренбургской драмы музыкальная комедия «Похищение девушки», драма «Зулиха открывает глаза» и мелодрама «Цена счастья». Для большей части зрителей в зале башкирская речь родная. Для тех, кто языком не владеет – синхронный перевод. Нужно работать, много работать. «Цена счастья» – это история о жизни известного артиста, который узнает о своей неизлечимой болезни. Выступать он уже больше не может, и теперь есть время задуматься над тем, как он жил, что оставил после себя, был ли счастлив сам, сделал ли счастливыми тех, кто все это время был рядом. Артисты из Уфы признаются – спектакль привезли по просьбе зрителей. Ведь дружба театров соседних регионов имеет давние корни. Башкирский театр более ста лет назад зарождался на Оренбургской земле. Наш театр был организован как раз таки, задатки были здесь. То есть оно как театр формировался, а потом труппы поехали в домах. Лауреат многочисленных международных фестивалей Башкирский театр часто гастролирует в Санкт-Петербурге, Москве и других городах России. И оренбургский зритель всегда тепло принимает и самые разные постановки. Я очень давно не смотрела башкирских актеров, артистов. Мне очень понравился спектакль. Отлично, очень благодарны, очень хорошо быть. Артисты прекрасно играли, сюжет хороший. Мы в восторге, нам очень понравилось. Хоть с переводом, потому что мы не понимаем национальный язык, но очень понравилось. Впереди у Башкирского театра продолжительные гастроли по стране. Актерам, награда за игру, бурные овации публики и безоговорочное признание коллег. Башкирская культура хорошо знакома с жителем Оренбуржья. Испокон веков мы живем бок о бок. Этот народ занимает по численности пятое место в нашем регионе. Первые упоминания о том, что представители этноса населяют оренбургские земли, датируются еще X веком. В области сохранились села, где национальный состав стопроцентный. Один из таких населенных пунктов – Верхний Ильясово Красногвардейского района. Именно туда и отправилась наша съемочная группа. Встречать гостя перед входом в дом – старинная башкирская традиция. Этот народ во все времена славился своей гостеприимностью. Представители этноса тепло принимают даже незнакомцев. Чак-чак, национальные танцы и мелодии. Это традиционный башкирский инструмент – кураль. Кочевники изготавливали его из растений. Степли сначала тщательно сушили, а уже потом вырезали игровые отверстия. Четыре отверстия есть, одно из сверстей сжадим. Надо обязательно между двумя зубами управлять. Ну, быть. Языком. Слажновато, конечно, сначала учиться, потом уже привыкаешь. Каждого гостя приглашают за стол. Башкира обязательно предложит чай любому, пришедшему к ним в дом. Так принято испокон веков. Не угостить чаем – значит оскорбить человека. Вот соседки приходят, мы всегда чай ставим. Видим с окна, кто-то идет, все равно чай уже ставим. У нас обычно топленое масло на столе должно быть. Но с утра обычно делаем кольца. Вот такая вот, очень вкусная. Лепешки, да. Вот такой вот творог делаем. Вот такой творог делаем, красный творог. Это раньше еще наша бабушка делала, и мы тоже как бы все вот так готовим. Башкирское чаепитие может заменить полноценный обед. На столе плов, вареное мясо, лепешки и выпечка. С самого утра каждая хозяйка готовит пироги, чтобы было чем встречать гостей. Одним из старинных рецептов с нами делится Файра Кучаева. Мы сейчас будем готовить наше национальное блюдо башкирский пирог с калиной. Кочевой образ жизни наложил отпечаток и на кулинарные пристрастия башкир. Главное требование для всех блюд – простота. В летнее время представители этноса запасались ягодами. Из них делали пастилу или просто сушили, чтобы потом использовать в качестве начинки для пирогов. Это меня научила моя бабушка. Они раньше ходили в лес, собирали калину. Она всегда брала меня с собой. А сейчас часто готовите своим внукам такие вот национальные пироги? Часто, часто. Они очень любят печенности, приезжают с города. Они очень любят пироги. Файра Кучаева делится и секретами приготовления. Сметану для теста жалеть не нужно. Так выпечка получится вкуснее. А в начинку обязательно добавить манную крупу. Она заберет в себя лишний сок. Такое блюдо, говорят местные жители, обязательно едят горячее. Обычаи и обряды – неотъемлемая часть культуры и быта любого этноса. Башкирский народ трепетно хранит наследие предков. Отмечают традиционные праздники, проводят обряды. Один из них – Исем Кушу или наречение имени. Дать имя новому члену семьи необходимо до 40 дней после его рождения. Для этого в дом приглашают гостей. Все они должны соблюдать тишину, пока мула читает над ребенком молитву. В конце священнослужитель трижды шепчет малышу в ухо выбранное для него имя. В населенном пункте действует общественная организация «Ялкын», что в переводе означает «пламя». Ее активисты проводят национальные праздники, учат детей родному языку. Рассказывают о тех, кто внес вклад в развитие культуры и этноса. Среди них уроженец Верхний Ильясова Мухаммедша Бурангулов. Поэт, драматург и классик башкирской литературы. Записанные им песни, легенды и предания вошли в золотой фонд башкирского фольклора, который уже в 21 веке рассказывает о древнем и храбром народе, который соблюдает многовековые традиции и радушно встречает любого гостя. И еще об одном народе Оренбуржья. По количеству проживающих немцев наш регион занимает первое место в Приволжском федеральном округе и десятое в России. В нашем регионе действует сразу 11 центров немецкой культуры. Представители этого этноса проживают в Красногвардейском, Беляевском, Домбаровском и Переволодском районах, а также в городах Орск и Бугруслан, в Ясненском и Солилецком городских округах. Такие ли немцы педантичные, как все привыкли думать? В чем особенности архитектуры и расположения традиционных домов? Ответы на эти вопросы искали наши корреспонденты. Так выглядят традиционные немецкие села с высоты птичьего полета. Дома построены словно по линейке. Для представителей этноса важна не только практичность и точность, но и опрятность. Частота – еще одно важное отличие от таких населенных пунктов. Первые немецкие поселения появились в Оренбурге в конце 19 века. Тогда старосты приобрели у местных помещиков 11 тысяч десятин земли. Так были основаны первые семь населенных пунктов. Все они располагались в границах современного Переволодского района. Села тогда назывались номерами, и это назывались не села, а колонии. Вот я помню, мы строились, когда замуж вышла, это 82-й год. Нам отмерили, поставили палку вот здесь ваш угол дома и там ваш угол дома. То есть мы не могли никак по-другому. Мы должны именно вот тут поставить. То есть это порядок строгий. Это да. Предметы быта и домашняя утварь. Экспозиции музея рассказывают о том, как жили в Кичкассе больше ста лет назад. Немецкие традиции здесь сохраняют и в 21 веке. С ранних лет детям прививают уважение к родителям, любовь к труду и умение оценить время. Не зря немцев считают самой пунктуальной нацией. Кроме обязательного обучения в школе, дети должны были владеть хотя бы одним музыкальным инструментом. В местной школе искусств обучаются больше ста подростков. Вообще в оркестре где-то чуть больше половины ребят это с немецкими корнями. То есть у нас это, ну, сейчас у нас процентов 10 здесь осталось в клубанке немцев. А вообще изначально, я себе помню в детстве, у нас это всегда было, ну, это считалось нормой, что дети в семьях должны играть на чем угодно. Это может быть гитара, фортепиано, баян, но обязательно музыкальное образование получали. Народная немецкая песня в исполнении хора «Фроншафт». Именно с него началось создание в Орске национальной организации. Этнические немцы собрались вместе. На основе песен изучали родной язык и культуру. В этом году коллектив отметил свой 30-летний юбилей. При немецком обществе появился детский хор и ансамбль, организованные бесплатные курсы немецкого языка. У нас смешанная возрастная группа. Есть и занимаются и школьники, и взрослые. Многие приходят с родителями и одновременно занимаются языком. Ну, на занятиях хора, естественно, непроизвольно происходит изучение языка. Леон Шмидт – этнический немец. Его прадед переехал в Оренбуржье для освоения целенных земель. Семья застала и самые сложные для немцев периоды. Во время Великой Отечественной войны многие старались забыть о национальных корнях. Со временем стирались традиции и обычаи. Вот уже несколько десятков лет культура этноса возрождается. Сегодня здесь звучит немецкая речь. Участники организации вместе отмечают и праздники – Рождество, Пасху и День Благодарения. А главное, знают и помнят свою национальную культуру. Они с гордостью говорят, что в их жилах течет немецкая кровь. Но душой они преданы России. На сегодня все об акцентах сердца Евразии. Если у вас есть интересные истории, если в семье вы бережно сохраняете национальные традиции, поделитесь с нами, и мы расскажем об этом всему Оренбуржью. Телефон горячей линии 8 800 257 00. Звонок бесплатный. Вернуться к обзору телепроектов команды ОРТ вы всегда можете на официальном сайте нашего телеканала media56.ru, а также на официальных страницах в социальных сетях. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова